Коллеги. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Я хотел бы сказать, что мои вебинары, что касается моих вебинаров, два раза в неделю будут максимально сокращены и так скажем по существу. То есть, чтобы пробежаться, что происходит сегодня в компании, что происходит на инвестиционной площадке SWC. И как жить в этой реальности, как улучшать свою работу и что нас ожидает также с мира внешнего и как это может повлиять на нашу работу и в целом на нашу жизнь. Вначале, как я и говорил на прошлом вебинаре, я хотел бы вам сообщить, что у инженера Юницкого был запущен новый сайт. Юницкий.инженер – это новый современный сайт. Я рекомендую всем обращаться к этому сайту, кто только погружает людей непосредственно уже после донесения своей информации. Потому что ранее кому-то, возможно, казался устаревшим дизайн, сейчас это абсолютно современный ресурс и на нем собраны все документации, все публикации, все монографии. И все, что касается долгой работы 1977 года, как указано на сайте, по 2020 год, все права защищены. То есть это очень мощный ресурс, который я рекомендовал бы вам использовать в своей работе, несомненно. И я хотел бы пробежаться по интервью, который уже, я думаю, что многие посмотрели, и сделать свой взгляд, сделать упор для тех, кто, может быть, не посмотрел на самые главные моменты, самые главные цитаты из того или иного интервью. Потому что сейчас потихоньку начинает показывать и открывать абсолютно действующих лиц компаний в Арабских Эмиратах, что касается именно компаний головной технологии, которую мы с вами финансируем. И это полная открытость, это полная прозрачность. Я могу сказать, что не все стартапы это демонстрируют, и это дорогого стоит на самом деле. Первое интервью с Андреем Павловским, то есть это интервью было записано непосредственно на территории Арабских Эмиратов. И Андрей Павловский, это новый участник команды технологии, которую мы с вами финансируем. И несмотря на это, он имеет богатейший, огромнейший опыт работы вообще по всему миру. Он работал в различных сложных странах, таких странах, как Афганистан, таких странах, как Индия, Ирак, Иран в том числе. И это действительно очень сложные рынки. Я думаю, что образование финансиста, международника, поможет выстроить правильные отношения непосредственно на территории Арабских Эмиратов и подтвердить мировую работу. И первые цитаты, которые меня порадовали в этом интервью, что первые впечатления довольно-таки положительные. Все строится, все работает. Я думаю, что вы понимаете, как реагируют и как описывают деятельность бухгалтеры, юристы и подобные сферы деятельности. То есть очень кратко и очень емко, что все эффективно, все запущено и работа продолжается. И, кстати, работа продолжается, несмотря на события, которые буквально трясут нашу сегодняшнюю реальность. И что Андрей Павловский ожидает, это нормальную стабильную работу, но, подчеркиваю, на долгие годы. То есть это сразу долгосрочное сотрудничество и это расчет развития рынка долгие-долгие годы. Как и мы с вами, на самом деле, дорогие друзья, намерены развивать, и я очень сильно надеюсь, компанию SWC. Потому что дорожную карту еще раз осветил нам Михаил Орлов. И я считаю интервью с Михаилом Орловым, наверное, одним из самых емких и кратких одновременно интервью, которые были про технологию, которую мы с вами финансируем. К нему мы еще подойдем. И я хотел бы остановиться на главных моментах интервью с Мохаммадом Сабахом. И это молодой человек, но, несмотря на это, он является уже прорабом Skyway Green Tech и фактически координирует работу многих работников. И сейчас интернациональная команда, на самом деле, строит объекты в Арабских Эмиратах. Это более 20 стран и более 6-7 стран, это только инженеры. И главные цитаты, которые я хотел бы подметить, что сейчас ведутся отделочные работы, и через 1-2 месяца все будет готово. Но хотел бы уточнить, что через 2 месяца это имеется в виду фаза номер 1 SWC. И это, на самом деле, кому-то покажется долгой скоростью, кому-то покажется менее ожидаемой. Но с учетом финансирования, которое сейчас у нас, естественно, сбавилось в логике того, что происходит в мире, но не в той логике, которую я вам покажу в виде экономической тенденции, все равно продолжается работа и планы, сроки абсолютно не сдвигаются. И что действительно приятно слушать, читать, то, что Махамад Бах доволен абсолютно работой. Он видит, что это новая идея, новый объект. И он понимает, что компания представляет миру новую идею с помощью прорывной технологии и транспортной системы, которая изменит весь мир. На этом вебинаре я обязательно остановлюсь, что показывают текущие события, что они доказывают, что произойдет, допустим, с экологией, когда струнный транспорт войдет в обиход мирового рынка и станет привычным способом передвижения для рядового гражданина любой страны вообще. И, конечно же, Махамад очень хотел бы увидеть, чтобы система распространялась. Он начал работу с самого нуля и подчеркнул этот риск, понятно, что проект венчурный и произойти может все, что угодно, подчеркнул слово во всяком случае сейчас. И я могу сказать, что это правильно, так как люди, которые работают сейчас на территории Арабских Эмиратов, они понимают, в каких условиях сейчас развивается компания именно в мировой тенденции. И надеюсь, что далее вот эта вот фраза, которая была произнесена во всяком случае сейчас, она преобразится в раз и навсегда. И я перейду к самому главному интервью с Михаилом Орловым. Это, я считаю, самое мощное интервью из представленных, и на нем я хотел бы остановиться наиболее подробно. Во-первых, обратите внимание на обложку, что на обложке представлена космическая программа инженера-изобретателя, кто создал ту технологию, которую мы с вами финансируем. То есть я говорю по-прежнему в логике ребрендинга, для того, чтобы все привыкали не произносить лишний раз имя и фамилию изобретателя, создателя технологии, которую мы с вами финансируем. И привыкали к максимальной открытости, использованию максимально открытых материалов, но с должной скромностью и с должными ограничениями личными, для того, чтобы не наговорить лишнего. Потому что наговоренное лишнее нам не раз сыграло злую шутку, и не хочется, чтобы это повторялось. И тем более сейчас компания активно работает над выстраиванием репутационных моментов. В этом направлении работа ведется очень активно. И я могу сказать, что даже те моменты, которые многие пишут и спрашивают, лично у меня, я имею в виду момент, связанный с компанией BeamCar, сразу головная компания на это обратила внимание. И сейчас уже готовятся, либо уже выставлены претензии по этому поводу, почему были использованы. Так, коллеги, напишите, пожалуйста. Да, сегодня у нас вебинар без видео, потому что перезагружать. С таким видео я не буду продолжать, поэтому только с картинкой. Но звук есть. И все, что сейчас создается, создается в условиях очень противоритивой реальности. И на самом деле не исключено то, что вот эти моменты с BeamCar, они тоже не просто так. Но говорить точно, определенно, ставить какие-то вердикты мы не можем. Так как это очень серьезные процессы в мировом масштабе, связанные с нашими главными партнерами по развитию той технологии, которую мы финансируем непосредственно с Арабскими Эмиратами. То есть по новостям с BeamCar я хотел бы еще раз сказать и подтвердить, что эта компания не имеет никакого отношения к технологии и проекту, который мы с вами финансируем. И как это произошло, что материалы и интеллектуальная собственность в какой-то мере, то есть все визуализации, видео, были опубликованы в статьях, в том числе и в международное такое издание, как CNN, касаемо BeamCar не упоминает ту технологию, которую мы с вами финансируем. То есть это какой-то парадокс и, конечно же, помимо этого будут проведены определенные разбирательства для того, чтобы выяснить этот вопрос. Поставьте от 1 до 10, кто понял по ситуации с BeamCar. То есть еще раз могу сказать, что BeamCar не имеет отношения никакого абсолютно к той технологии, которую мы финансируем. И то, что материалы, технологии, которые мы с вами финансируем, были использованы в статьях, также по поводу этого сейчас уже выставлены определенные претензии и ведутся вопросы, далее будет какое-то разбирательство. Но перейдем к самому главному, к самому масштабному, такому серьезному интервью, потому что Михаил Орлов, Михаил Орлов, на минуточку, это фактически изобретатель, который обучает изобретателей. И на обложке он сказал, что изображено на обложке, этим он занимается уже более 30 лет. Это непосредственно та технология, которую мы финансируем. И следующая технология, которую, я надеюсь, мы также будем развивать через краудинвестинговое и уже инвестиционное, серьезное направление, которое уже выстраивается. И Владимир Маслов вам поведает наверняка об моментах RCG. Я думаю, что будет интересно тем, кто инвестирует от 10 тысяч евро минимум. И далее будет агентская сеть, но без всякой реферальной программы, что касается RCG, развиваться и без всякого афиширования и рекламы интернет. То есть это серьезный инвестиционный механизм, который готовится и будет в ближайшее время запущен. Михаил Александрович Орлов, это вообще профессор, доктор технических наук по двум специальностям, как вычислительная техника и системы автоматизированного проектирования. Кстати, мне очень интересно, как Михаил Орлов вообще относится к такому понятию, как блокчейн и диджитализированная экономика, и диджитализированные оцифрованные технологии. Возможно, по образованию он скажет и по этому направлению что-либо. И начал работать вообще с инженером, с генеральным конструктором с самого начала появления здесь. И более 25 лет уже существует его академия. Это огромный срок и самое главное это опыт. То, что Михаил Александрович был задействован в работе Симмонс, был задействован в работе в Китае, непосредственно Huawei он выдавал определенные советы через образовательную программу. И многие-многие компании, которые сейчас доказали свою состоятельность абсолютную. И есть понимание, что Михаил Орлов выбирает не просто так направления и компании, с которыми он сотрудничает. Он создатель уже международной или современной теории решения изобретательских задач. И создал конкретную образовательную программу, как обучать как инженеров, так и менеджеров, так и высшее управление, что касается проектных организаций, да и вообще людей. Потому что теория решения изобретательских задач необходима как маркетологам, необходима как в инженерной специальности, так и в юридической специальности. Потому что в нашей деятельности всегда необходимо изобретать что-то новое. Вот представьте, что мы не изобрели бы, у нас не было бы в заднем кармане такого запасного хода, как образовательная платформа, подплатформа, платформа SWC. Что бы мы сейчас делали в условиях того, что видит весь мир? Это мировой карантин, может быть какие-то пугающие слова, но это абсолютная реальность. На самом деле они не пугают. Они доказывают и показывают, что на сегодняшний день компании, которые эффективны, должны доказать свою эффективность. И компания, которую мы с вами финансируем, доказывает сегодня свою стопроцентную эффективность, потому что она развивается в таких условиях. В таких условиях реализуются и строятся фазы инновационного центра в Арабских Эмиратах. В таких условиях нанимается новый персонал. В таких условиях решаются сложные проектные задачи и различные противоречия. И Михаил Орлов сказал, что вообще та технология, которую мы с вами финансируем, это предельная система. И это одновременно вечная система. То есть генеральный конструктор является изобретателем двух фундаментальных идей в инженерии и вообще в цивилизации. Это я могу просто прочитать, потому что это просто мощнейшие цитаты, мощнейший отзыв о том направлении, которое мы с вами финансируем. Струнный рельс, струнная система как таковая это предельное решение. То есть от себя могу добавить, что фактически это стандарт. Фактически это как стандарт GSM. Фактически это как законы физики, которые появились и не будут изменены, потому что уже лучше ничего не придумать. Идея Анатолия Эдуардовича по поводу особого рельса, она сразу революционизирует надземный транспорт, наземный транспорт и так далее. И это предельная система, она вечная, потому что после такого решения здесь она уже уникальная, единственная и самая лучшая. То есть вот стольких комплиментов для той технологии, которую мы с вами финансируем, от научных деятелей я не слышал давно. И повторюсь, что это абсолютно выдержанная точка зрения, то есть без всякой лести, без всяких приукрас, то как Михаил Александрович действительно видит. И про кольцо вокруг земного шара тоже сказал Михаил Орлов, также то, что это безальтернативная перспектива. И также сама идея единственная по физической реализации уникальная и стала быть предельная. Да, многие это интервью видели, я не собираюсь очень долго останавливаться, но рекомендовал бы всем, кто не смотрел данное интервью, посмотреть его. Потому что там действительно с точки зрения научной, с точки зрения такой глобальной мировой дорожной карты описывается потенциал и перспективы применения той технологии, которую мы с вами финансируем. И это все теория решения изобретательских задач. Фактически генеральный конструктор зао струнные технологии с самого начала, но по-своему применяет теорию решения изобретательских задач. И это оригинальные решения. И даже то, что были некие вибрации на путевых структурах. Все это также было решено с помощью очень сложных, но виртуозных и гениальных подизобретений, решений. И далее то, что мне как совладельцу технологии очень приятно будут создаваться и генерироваться решения, которые будут патентно способными. То есть это мы говорили про ранее ГУМУС, это мы говорили про самые различные направления, которые будут рождать технология, которую мы с вами финансируем. И на самом деле это будет диктовать время. Также я хотел остановиться на главных моментах интервью с Мохаммедом Гаалом. И это уже такой очень серьезный человек, который имеет огромнейший опыт и непосредственно опыт работы более 20 лет в этой индустрии. То есть руководитель главной подрядной организации, менеджер проектов, фастбилдинг, контрактинг. И фактически фастбилдинг, контрактинг – это главный подрядчик компании в Шарже. И в его обязанности входит координация, строительство, взаимодействие со всеми подрядными, субподрядными организациями на территории Шаржи. Естественно, это пообщение на обилии иностранных языков, координация, стимуляция и все, что касается строительства даже станций и в какой-то мере путевой структуры. Ну, конечно же, ноу-хау и, конечно же, шеф-монтаж осуществляется с помощью специалистов зао-струнной технологии. Посмотрите, все, что он сказал, насколько это тоже выверено, потому что люди такого уровня не говорят просто так. Я привожу цитаты, чтобы они дублицировались именно как цитаты. Что сказал именно Мохаммед Гаал. Он очень доволен работой с такой крупной компанией, имеющей высокую репутацию и приобретает хороший опыт в работе. Инновационным способом разрабатываются технологии, решаются многие вопросы при осуществлении данного проекта. И вот крайняя цитата, она стоит очень много с точки зрения мнения человека в плане отношения к инвесторам. Компания, на самом деле, это не мудрено, получает очень много звонков от инвесторов. Они интересуются проектом этой технологии. И Мохаммед Гаал говорит, что он советует им инвестировать в проект, так как считает, что у него хорошее будущее. И он станет значимым событием в мире. Но, конечно же, это никакой не финансовый совет. Конечно же, со всеми дисклеймерами можно опубликовать, что это просто личное мнение. Никакой публичной связи и публичных советов нет. Но то, что этот человек участвует в проекте не только для выполнения своих обязанностей, получения какой-то заработной платы, но и в вере, что экологические идеи принесут планете определенные решения. Они помогут сэкономить энергию, сохранить климат и сам мир. И почему голопом по Европам я пробежался по этим интервью? Потому что давайте посмотрим, что происходит сегодня в мире. И что мы можем увидеть и не увидели бы в другой ситуации? Могут попустеть целые города, целые страны, закрыться на карантин. И что происходит? Происходит минимизация перемещения транспортных средств. Происходит минимизация загрязнений. И вот эту диаграмму я хотел бы привести в пример, что сейчас произошло с Венецией. Я был в Венеции, я видел эти каналы. Возможно, я не исключаю, что это какой-то монтаж, что это фотомонтаж. Но намного более грязная вода была. Но вот эту диаграмму и именно показатели загрязненности воздуха, это никак не подделать. Потому что как только наступил карантин и как только перестали перемещаться неэкологичные транспортные средства, сразу загрязнение воздуха моментально снизилось. Меньше, чем за неделю. То есть вот вы видите то, что было до и то, что стало после. Я думаю, что по красным отметкам можно понять, что это сильное загрязнение воздуха. Я искал то же самое про Китай. В Китае там вообще просто ситуация идеально изменилась. И это то будущее, на самом деле, которое предстоит для каждого живущего на планете Земля, когда будет внедрён экологичный транспорт. Фактически это пример того, какой может стать экология планеты Земля, когда будет использоваться транспорт на альтернативных источниках энергии. Когда не будет такой боязни. У современного авиатранспорта сейчас, у авиакомпании начинается, как и у турбизнеса тоже, начинается настоящая паника. То есть на самолётах очень мало летают. И всё равно самолёты должны кого-то перевозить, тратя огромное количество топлива и загрязняя в какой-то степени окружающую среду. Представьте, что транспорт появился, который мы финансируем. И даже если такая ситуация произошла, всё равно даже полупустыми могут перемещаться подвижные составы. И это не будет влиять на загрязнение воздуха, это не будет какой-то логистической преградой и формировать недостаток у тех людей, которые сейчас хотят летать, например. И тоже такой момент хотел бы отметить. Конечно, тут не хватает моих эмоций на лице, но напоминаю тем, кто... Что сегодня, несмотря на все... Вот фактически как тепловизоры. Про тепловизоры сейчас на самом деле хочу говорить. Машинное обучение также реагирует на различные датчики внутри подвижного состава на температуру. На температуру тела, на температуру каких-то объектов, предметов. Допустим, пистолет спрятал, либо нож человек. Всё это система определит. И я не исключаю, что система... Это моё личное предположение. Я не претендую ни на какое мнение головной компании. Моё личное предположение, что можно было сделать так, что фактически определение температуры человека происходило, когда он заходил в подвижной состав. Просто вдумайтесь на минуточку. На минуточку то, что на день опоздания в текущей ситуации оно может ускорить развитие пандемии, эпидемии. То, что сейчас мы видим в Италии, в Иране и во многих европейских странах. А если бы были методы определения в транспортно-инфраструктурной отрасли, если человек, который заходит на какую-то станцию, сразу был бы, мигал красный датчик, что у него высокая температура. Его можно было самоизолировать. Это немножко, как я люблю, из футурологии. Это немножко из таких предположений. Но представьте, насколько можно было приостановить то развитие, которое стремительно сейчас в виде распространения вируса происходит. Поставьте от 1 до 10, как вам эта идея. И я считаю, что это одно из применений того, что на самом деле генеральный конструктор на все случаи жизни сейчас предугадал. И система инфраструктуры, система транспорта, она должна быть именно интеллектуальной. Она должна быть автоматизированной. Чтобы не люди перемещались на Uber, а чтобы фактически роботы являлись средством передвижения. Наши транспортные андроиды, которые мы с вами финансируем. И никакие эпидемии, никакие вспышки, никакие вирусы, никакие логистические преграды не смогут остановить развитие транспорта и жизни городов. Да, конечно же, также на карантине придется посидеть. Но на самом деле многие задачи, которые всплыли в Китае в определенной степени, я говорил на прошлом вебинаре, что в портах фактически портились продукты, которые можно было перевезти, но никто не мог работать, потому что все находились на карантине. И фактически дальнобойщиков не было. То есть пора переходить к роботизированной инфраструктуре во всей транспортной отрасли. И это мы с вами как раз таки финансируем. Это тренд, который видят сегодня инвесторы. И инвесторы крупные, институциональные, на прошлом вебинаре я также останавливался про различные исследования, различных банков, финансовых институтов, что нестабильность в 2020 году, а это начало еще 2020 года, она уже настала. Если на прошлом вебинаре я говорил, что это был черный февраль, сейчас это уже черный март. Да, мы переживаем с вами эти времена, но я искренне рад, что я совладелец той технологии, которая может стать основой новой экономики, новой реальности, которую будут выстраивать на руинах старых. Индекс Dow Jones рухнул даже при потросте, то есть я говорю по текущему реальному, по текущему дню на минус 28%. В плане показателей экономики, институциональных инвесторов, для которых падение на 10, на 8, на 5% это уже большое падение. Я говорю про таких флагманов, как Apple, Google, Boeing. Не будем говорить вообще, что сейчас понижен рейтинг акций компании Boeing. И это огромный ущерб вообще фондовому рынку и всей мировой экономике. И вы видите, что сейчас все уже перехлестнулось на США, поэтому фондовые рынки будут по-прежнему трясти. Если говорить про индекс компании Nasdaq, минус 23%. Это немыслимые показатели. Буквально несколько дней назад в своей социальной сети ВКонтакте я опубликовал и в Facebook, если тоже не ошибаюсь. И да, это в принципе было рассказано и в начале года, кто пролистнет вебинары назад. То есть фактически это был такой невербальный прогноз, что да, падение. Но оно происходит внезапно и больно. Это же произошло с рублем. И вы видите, насколько сейчас выгодно ли покупать доллар с учетом того, что да, он будет отрастать, но все-таки мы живем жизнь не в долларе. А может быть выгоднее инвестировать в венчурные инвестиции, которые происходят в долларе. И на самом деле сейчас ведем переговоры с головной компанией, чтобы как-то зафиксировать условия, потому что, конечно же, такого прыжка, такого скачка никто не ожидал. Как говорится шутки, на 8 марта нужно было покупать не тюльпаны, а доллары. Но я перефразирую, что на 8 марта нужно было покупать даже не тюльпаны, а фиксировать рассрочки по текущему курсу в долларах, потому что в долларах это защищенные активы. И на самом деле в будущем и дивиденды также будут получены в долларах, потому что выход на публичный рынок, ну, не будем загадывать вперед, но в актуальные на тот момент денежные единицы, я так скажу. То есть, когда я, кстати, визуализирую, как-то проецирую финансовое будущее, я всегда произношу вот такую фразу, как в актуальные на тот момент денежные единицы. Потому что в текущих реалиях непонятно, что будет через год, и никто не может ничего предсказать. Я вам могу это подтвердить, то, что даже такие крупнейшие хедж-фонды, как Bridgewater, кто знает Bridgewater, поставьте плюсик, Ray Dalio, замечательная книга его «Принципы», рекомендую прочитать. Она у меня стоит в очереди на чтение. Это тот хедж-фонд, который на самом деле преодолевал многие рецессии, и в этом году у него падение на минус 20%. Ранее можно было как-то предугадать, но сейчас нужно понимать, а какие тренды, какие тенденции, не краткосрочные, какие-то скоропостижные, как сейчас биотех. Я не исключаю, что будут расти производители различных товаров и услуг, которые сейчас будут востребованы в условиях карантина. То есть даже шутки гуляют в интернете, что Zewa вдруг внезапно купил большую часть акций Apple. То есть в этой шутке есть доля правды, либо про гречку у Велка, потому что то, что я наблюдаю сейчас в магазинах, это социальный коллапс. Если я говорил на самом деле на прошлом вебинаре про логистический коллапс, вот социального коллапса я не ожидал. И это разъединение на самом деле того народа, который мы сейчас с вами, вот наша идеология, наша идея вообще в объединении людей с разных стран, с разных народов вероисповедания и цвета кожи под эгидой развития финансирования одной технологии, одной идеи перехода уже на новые этапы, перехода уже в развитие финансирования космической индустрии. Как сказал Михаил Орлов, это безальтернативный способ и вообще нет другого способа спасти планету от экологической катастрофы. Это замечательная дорожная карта, которая абсолютно коррелирует с теми событиями, которые сейчас происходят в мире. И падение углеводородов, падение, которое очень сильно затронуло Российскую Федерацию, на самом деле это еще далеко не предел. Поэтому нужно понимать, вообще деньги, что есть деньги, что есть сейчас даже рубли, если говорить про россиян, если говорить вообще про страны, у которых валюта зависит, обращение к туркам, например. Потому что турецкая валюта также упадет по отношению к доллару. Это не только рубля касается абсолютно. Это касается абсолютно многих государств. И что будет послезавтра, например, никто не может предугадать, так же, как мы не смогли предугадать 8 марта, 9 марта, и что сейчас происходит с долларом. Вообще с продуктовой корзиной и с денежной массой, которая накоплена. Что с ней произойдет? И на самом деле прошлое показывает, что может произойти девальвация. Деньги могут просто раствориться, к сожалению. И на самом деле сейчас немножко страшно за те сбережения, которые имеются в валютах, отличных от доллара и от евро, отличных от инвестиций в венчурные направления, которые могут выстрелить. А мы как раз с вами инвестируем в то направление, которое потенциально может взлететь и сформировать именно такой глобальный характер, как сказал в интервью Михаил Орлов, главное, чтобы технология не теряла свой глобальный характер развития. И только в глобальном плане та технология, которую мы с вами финансируем, может развиваться. На самом деле это учения инженерные и это учение масштабирования того, что сейчас происходит в Арабских Эмиратах. Потому что в разрезе 5-10 лет скорость может быть нарощена очень серьезно. И с помощью теории решения изобретательских задач, и с помощью объединения многих стран, многих специалистов для решения и воплощения в своих странах той транспортной инфраструктуры и новой отрасли, которая может решить сегодняшние вызовы, с которыми уже сталкивается человечество. И на самом деле я вот хотел сказать про социальный коллапс из-за вируса. И я думаю, что все понимают, что моя задача здесь не пугать, а наоборот представить решение, основываясь на финансировании в нашу технологию, которую мы развиваем. Что сейчас происходит в головах тех людей, с которыми я общаюсь? Многие люди боятся потерять работу. Если говорить про медицинскую отрасль, многие уходят просто с работы, потому что по определенной ограничении никто не хочет столкнуться с тем, с чем столкнулись китайские медики и сейчас я говорю про Российскую Федерацию. И многие боятся того, что они не умеют работать удаленно. И это наша сила на самом деле с вами, потому что фактически многие выстроили бизнес SWC удаленно. И сейчас вы являетесь специалистами, вы являетесь на гребне волны фактически сегодняшней действительности, потому что сейчас одно за другим будет появляться, стань специалистом, профессионалом в удаленной работе такого направления, другого направления. А наша удаленная работа еще подразумевает и также получение партнерского вознаграждения в валюте. То есть это защищенный ресурс. Инвестиции, приобретение долей той технологии, которая может существенно, предположительно, возможно, потенциально вырасти. И сегодня за это проголосовал уже в качестве и обложки своей книги Михаил Александрович Орлов. Об этом проголосовали уже партнеры, с которыми ведется сотрудничество. И несмотря на то, что заключается меморандум о сотрудничестве с другими компаниями, это бизнес, друзья, и это маркетинг. И это нормально, когда происходит выбор и происходит столкновение индустрии, кто победит, кто станет лучше, кто выбьется быстрее, выше, сильнее, тот и выиграл контракт. Это нормально. Это мировой рынок, это мировая конкуренция. Поэтому то, что сегодня происходит и с помощью статей BIMCAR, и с помощью других меморандумов сотрудничества, которые были подписаны ранее со SkyTrend. Давайте помнить, какая технология на самом деле уже реализуется в Арабских Эмиратах, и куда можно будет привезти людей, даже если вдруг что-то будет изменено в планах Expo 2020. Вы понимаете, что сейчас произойти может все, что угодно. А у нас фактически уже готова площадка для демонстрации. И я не побоюсь этого слова. Инженер, генеральный конструктор говорил об этом, что проекты будут скоро. Соответственно, о заключении контрактов и каких-то предварительных выплатах уже по проектам. Поэтому я искренне рад на самом деле, что мы в конце 2019 года начали готовить образовательную платформу. И сейчас происходит ее наполнение. Я могу сказать, кто-то может меня обвинить, что из вебинара в вебинар я это повторяю, но я это не зря повторял, потому что предполагал, что может произойти не только в Китае, но и во всем мире, в Европе. Сейчас это востребовано. Востребовано научиться продажам удаленно. Курсера сейчас дает свои курсы условно бесплатно, потому что придется заплатить за диплом. Но я могу сказать, ждет сюрприз по образовательным программам для тех наших партнеров, которые достигли статуса мастер. Поэтому я рекомендую подтянуться по карьерной лестнице SWC, потому что мастера от мастеров будут определенные привилегии в образовательной программе. И мы видим такие направления, как социальные сети, продажи. Продажи нас будет обучать специалист, который обучал различные корпорации и до сих пор обучает компании. Это будет как онлайн-курс, так и живые встречи. Посмотрим, когда сформируются уже живые таргетинговые группы. И далее Инстаграм, если потребуются другие социальные сети. И также SWC готовит для вас систему дублирования, когда каждый партнер сможет прийти на живой вебинар. Вначале это будет для русскоговорящей аудитории, потом мы это будем масштабировать и услышать, как узнать, применить, как использовать инструменты партнера. услышать самое главное в логике ребрендинга, конечно, о той технологии, которую мы финансируем. И далее отправиться на то обучение, которое вам необходимо. Например, привлечение таргетированной рекламы. Поставьте плюсики, кто здесь специалист по таргетированной рекламе. Возможно, такие есть. Вот если такие есть, либо кто-то будет меня слушать, у вас сейчас золотое время для того, чтобы выстроить колоссальный бизнес в платформе SWC. Потому что именно удаленно сейчас можно взаимодействовать с людьми. Ну вот с Франтишком мы вчера общались. И, к сожалению, Франтишек Солар вынужден сейчас находиться на домашнем карантине. Но все хорошо с ним. Просто он вернулся со Вьетнама. И никто также не мог предугадать, что будут закрыты границы. Он успел вернуться до закрытия границы. Но работает из дома. И по системе, которая выстроена именно для удаленного привлечения инвестиций, ну, примерно 2,5 тысячи долларов за день его партнеры, и он закрывает инвестиции очень легко. И это сейчас результат, который будет примером для многих стран, для многих партнеров. Потому что многие сейчас будут находиться дома. И это время нужно использовать. А для обучения, чтобы стать максимальным специалистом. И б, для ныряния сиюминутно в тот бизнес, который можно развивать и развивать на перспективу. Потому что, когда человек услышит о дорожной карте финансирование тех технологий, которые мы развиваем, не только струнный транспорт, но и далее, и далее, и далее, я думаю, что он останется с SWC на долгие-долгие годы. Поэтому поставьте от 1 до 10 по текущему осознанию, насколько нам нужна образовательная платформа. И повторюсь, что это не просто какие-то курсы, знаете, не имеющие рыночные ценности. Это, во-первых, с хорошей репутацией курсы по продажам. Будет как на русском, так и на английском. И что касается Instagram, это практики. И мы будем далее наполнять образовательную платформу. Уже выбрали внешнюю площадку. И будет через API соединение переход очень легко, непринужденно для любого возраста с личного кабинета на образовательную часть. Как мы и говорили, фактически SWC становится агрегатором услуг и тех услуг, которые способствуют наилучшему результату в привлечении инвестиций в ту технологию, которая является главным продуктом для нас. И я вам хочу сказать, что на самом деле в этом году в заключении потеряют работу многие люди, именно потому, что они не смогли выжить в той реальности, когда резко произошла смена. Работал офлайн, работал в офисе, а сейчас нужно перестроиться на удаленную работу. Но те люди, которые могут сейчас выстраивать партнерские системы, те люди, которые могут привлекать трафик, те люди, которые могут удаленно закрывать сделки через Skype, через Zoom, через мессенджеры, они обретают золотое время. Сколько это время подлится, неизвестно. Дай бог, чтобы не долгое количество времени, чтобы вернулось все на круги свои, но это время упускать нельзя. Потому что многие компании, мелкие и даже средние, обанкротятся, потеряют персонал, и люди будут пытаться перестроиться, люди будут метаться. направьте, направьте, пожалуйста, их на то направление, которое вы сами уже развиваете долгие-долгие годы. Потому что, возможно, это окажется сегодня самым лучшим решением и даже для кого-то единственным способом, единственной стратегией выживания на 2020 год. И я хотел бы завершить самой главной фразой генерального конструктора вебинар. Возможно, странный, белья, повторюсь, я не стал перезагружать, в комнату камеру перезагружал, и тем более комнату. Вот, наверное, в текущих реалиях нестабильной действительности это отображает даже видеосвязь происходит. Я верю, что совпадение не случайное. И не совпадение то, что происходит в 2020 году, не совпадение то, что мы увидели, что остановив неэкологичный транспорт всего лишь на несколько недель, можно преобразить экологию и восстановить экологию. И, значит, нужно решать эту транспортную проблему закостенелого, зачахлого уже вида транспорта и заменять его на новый. И устаревшие знания можно также преобразовать и направить в новые векторы, в новые направления, которым является, например, платформа SWC. Поэтому кризис есть возможность, используйте возможности, потому что мы действительно финансируем ту возможность, которая даст новую жизнь миллионам людей, новые рабочие места, новые проекты и, кто знает, новую экономику на руинах старых. Благодарю за внимание и теперь я с удовольствием отвечу на вопросы. Поставьте от 1 до 10, кто оценивает информацию, поданную мной, потому что для меня это важно. Для меня важна именно вторая часть. Я не могу не останавливаться на первой части, потому что здесь все-таки подаю свой взгляд, свое мнение. Все могут интервью посмотреть, но не каждый может увидеть в интервью то, что допустим кто-то может преподнести своей точке зрения, например, я. Ну а по экономике, потому что происходит в мире, друзья, повторюсь, не нужно ничего бояться, не нужно никакой паники, но нужно быть предусмотрительным, а предусмотрительность это инвестиции в венчурные направления, которые могут выстрелить. В том числе коллеги готов ответить на вопросы. Есть ли вопросы? Возможно есть. Так, если коронавирус не уйдет до осени, что будет делать Ювницкий, если экспо не будет? А я ответил Виктор на этот вопрос, не знаю с иронией, не с иронией был задан этот вопрос, но даже если с экспо что-то произойдет, оно будет сдвинуто, считайте, у нас есть уже свой стенд в Шарже, и тут будет зависеть от возможности решиться эта проблема и с помощью ТРИС, и с помощью каких-то других инструментов, есть видеосвязь, и сейчас я не исключаю, что контракты вообще с корпорациями, я не говорю про головную компанию, могут перейти на удаленное заключение, есть электронные цифровые подписи, можно подписать документ с помощью докусин, например, приложение замечательное, я пользуюсь, есть способы работать в текущих реалиях, но не у всех есть возможность построить в текущих реалиях то, что построила уже головная компания, экофест, давайте далеко не будем заглядывать, потому что ситуация с вирусом, она неизвестна, тем более границы на сегодняшний день Республики Беларусь с Россией закрыты, и Россия также закрывает одну границу за другой, я абсолютно это поддерживаю, и очень рад, это было мое решение, что мы отказались от офлайн форума, бизнес офлайн форума, успеем еще провести, но сейчас слава богу, что отказались от этой идеи, иначе это были бы не ротональные затраты, что мы не можем допустить. Когда начнется обучение? Как только будет наполнена платформа внутри личного кабинета, скажу честно, что она сейчас наполняется, IT-отдел работает сейчас очень усиленно отложил многие задачи, и наполняется также внешняя платформа, будет синхронизация между внутренней и внешней платформой. Потерпите чуть-чуть, работаем, и то, что начнется, это однозначно. Текущая реальность заставляет работать день и ночь IT-отдел. Так, еще вопросы, коллеги? Будет еще обмен акций на токены. Кстати, если говорить про блокчейн-направление, сейчас работа происходит с одной из ведущих компаний, я, наверное, говорил на прошлом вебинаре, что ни с кем не будут завязаны отношения, если та команда не показывает эффективность, и прошлая команда передала уже наработки, новой команде, уже современной, мировой, работа по этому направлению ведется. Информация закрытая, даже если бы что-то знал, то я бы не сказал, но так как направление перспективное, то наверняка будет обмен долей на токены. У нас не акции сейчас, дорогие друзья, напоминаю, в логике ребрендинга у нас все-таки доли, которые генеральный конструктор передает взамен конвертируемого займа, когда планируется выход на IPO. Не могу сказать точные сроки, но не исключено, что выход на STO будет раньше. Кстати, друзья, я забыл же сказать, но на следующем вебинаре уже упомяну, криптоиндустрию колбасит не меньше, чем мировые фондовые рынки. Поэтому крипта тоже ожидает какого-то прорыва. Не буду громким, что это будет та технология, которую финансируем или нет, но время покажет. Какая цена будет доли сразу исправляют, неизвестно. Да, Вячеслав абсолютно правильно говорит, что это четкая процедура, нужно показывать прибыль. И сейчас в текущих реалиях многие компании будут выходить предварительно на СТО. И нужно понимать, что IPO это приобретение долей и внешним рынком. И цена может как падать, так и взлетать. В долгосрочной перспективе я больше чем уверен при нашей дорожной карте смене ряда подвижных составов намного чаще, чем это делает, например, маск с автомобилями своими, цена будет расти. Но рыночные колебания, конечно же, будут. И кто купит много, будет манипулировать. Это биржевые игры, это через 10 лет будут первые дивиденды. На самом деле я не строил бы никаких прогнозов, тем более в текущей действительности. Представьте просто, что все компании осознают, что нужно будет перестраиваться на новый транспорт. через через сколько лет будут дивиденды. И просто будут один за другим такая предположительная реальность оплачивать предварительные расчеты по проектам, вносить первичные платежи. Поэтому реальность меняется очень быстро. И дай бог, чтобы она не менялась еще быстрее, но мы готовы как в логике SWC, так и головная компания готова в своем развитии. Я думаю, что вскоре вы увидите и репортажи касаемо готовности головной компании по текущей ситуации. Естественно, это будет все освещаться. Благодарю за внимание, до скорых встреч, конечно же, с видео. Повторюсь ситуация на все проверки подобного рода, к сожалению, видео я не мог допустить, отключил видео и оставил только фотографии. Было приятно присутствовать на этом. До скорых встреч через две недели. Я не делаю более частым вещание, так как хотел бы говорить все по существу и кратко емко. До скорых встреч, счастливо! Здравствуйте! С вами Михаил Кириченко. Вы смотрите